Меня зовут Иван Рабаулин, приветствую всех от лица Библиотеки иностранной литературы и приветствую всех, кто присоединился и на Культуре РФ, и в Зуме. Также напоминаю, что Библиотека иностранная литература проводит множество онлайн-мероприятий сейчас, и вы можете найти их на нашем сайте libfell.ru и в социальных сетях, так и выбирайте Библиотека иностранной литературы и Центр культурных проектов иностранки, Центр культурных проектов иностранки, Фейсбук, ВКонтакте, мы там есть. И несмотря на то, что у нас много онлайнов, по-прежнему есть много онлайнов, с 25 числа, то бишь с сегодняшнего дня, мы принимаем уже наших читателей. И записаться вы можете онлайн, дистанционно, в ограниченном режиме, но, тем не менее, уже можете записаться и прийти в Библиотеку. К тому же, вот среди онлайн-мероприятий хочу отдельно сказать про гиг-пикник, который состоится в эту субботу. гиг-пикник – это такой большой фестиваль науки, техники, ну, можно сказать, что это науч-поп-фестиваль, очень интересный, там разнообразные программы и музыкальные, и вот серьезных ученых-астрофизиков, и в том числе Библиотека иностранной литературы там принимает участие, и будет и встреча с издательствами, и розыгрыш книжных призов, и, собственно говоря, ссылку я кину к нам в чат, а также на сайте Библиотеки иностранной литературы вы можете тоже найти в новостях и в мероприятиях информацию про гиг-пикник и про участие иностранки в этом фестивале. Ну, а сегодня мы совместно с лекторами «Четвертый вопрос» продолжаем цикл научно-популярных лекций о хоррор-кинематографе «Эстетика кошмара», где мы разбираем феномен, такое явление, как фильмы ужасов, и, да, маленький дисклаймер, предупреждение, что целью этого цикла является не пропаганда насилия и жестокости, а исследование этого культурного феномена как хоррор-кинематографа. Вот, и в прошлый раз мы говорили про архетипы, про главных героев фильмов ужасов, которые перекочевали из культуры, фольклора и литературы в кино, и сегодня мы поговорим про новых героев ужасов, которые появились буквально последние десятилетия, и о том, почему их не было раньше. И кто это, что это за персонажи, нам сегодня расскажет, опять же, лектор образовательного лектория «Четвертый вопрос», художник-график, автор комиксов, культуролог, исследователь кино Данила Городилов. И напоминаю, что у нас цикл лекций, то есть прошлая лекция была во вторник, она есть в записи, вы можете увидеть ее на YouTube, ссылку я тоже кинул в наш чат. Следующая лекция состоится во вторник, но подробнее я расскажу еще в финале и про наши мероприятия, и про расписание. И обязательно задавайте вопросы в разделе «Вопросы и ответы», мы постараемся на все ответить. А теперь я передаю слово Даниле. Данила. Итак, друзья, еще раз всем добрый вечер тем, кто был с нами на нашей прошлой лекции, и тем, кто присоединился к нам сегодня впервые. Сегодня я тоже сейчас сперва хотел бы дать такой небольшой дисклеймер. Сегодня вот очень многие персонажи из фильмов ужасов и фантастики, про которых я уверен, что многие хотели бы из вас услышать. К сожалению, в нашу лекцию сегодня не вошли, на то есть две причины. Во-первых, наши временные рамки достаточно ограничены. То есть получается, что чем больше было бы у нас персонажей, тем хуже была бы проработка каждого из них. То есть тут я решил принести в жертву количества в году качеству. И во-вторых, я решил сконцентрироваться на самых таких вот основных, которые представляют собой вот как бы такие столпы жанра хоррора новейшего времени. Я думаю, что, наверное, потом мы сделаем еще лекции, может быть, даже курс лекции, которые будут посвящены вот именно по жанрам слэшера или космического хоррора 80-х, 90-х. И там уже можно будет дать всю ретроспективу персонажей, которые появились в рамках этих жанров. Сегодня у нас речь пойдет про самых основных героев фильмов ужасов. Я бы, наверное, назвал их даже хоррор-архетипами новейшего времени. Как мы знаем, история — это такой цикличный процесс. И так же, как и 30-е и 40-е годы 20-го века породили практически весь известный нам пантеон классических киномонстров. В 80-е годы появился новый пантеон, который по степени влиятельности, наверное, никак не уступает первому. Вообще, у такого вот ренессанса хоррора и фантастики 80-х годов, а мы будем говорить сегодня в основном про 80-е, довольно у этого ренессанса много причин. Во-первых, в 80-е годы из кинематографических школ начали выпускаться те люди, кто вырос на фантастике 50-х, 60-х годов, которая была снята в основном дешево, как бы с резиновыми пришельцами, с вот этими вот звездолетами на леске, но они были все сделаны с большой фантазией и любовью. Во-вторых, 80-е — это такое вот время расцвета до компьютерной эры спецэффектов. То есть старые технологии типа аниматроники, грима, пластического хромакея, они доводятся до совершенства. И плюс появляются какие-то новые аналоговые технологии, типа вспененного латекса, систем морфинга, систем управления движения камеры. И как бы вот в довершении всего вот общее такое ощущение технологического прорыва в будущее. То есть уже широкое распространение персональных компьютеров и игровых приставок, активное начало эры сотовой связи, видеомагитофоны, плееры, электронная музыка, видеоигры. То есть это ощущение прорыва многие даже сравнивают с аналогичным ощущением в 50-х годах. Только уже там не в сфере космоса, как было в 50-е, а уже в сфере информационных технологий. Поэтому прежние герои и монстры фильмов ужасов выглядели в этом мире уже немножечко устаревшими. И как бы новому времени уже требовались новые монстры. И они себя ждать не заставили. Сегодня мы разберем большую четверку. То есть самых знаменитых монстров, которых для многих стали фактически символами и синонимами самого понятия хоррора. Это Чужой, Хищник, Фредди Крюгер и Джейсон Вуркес. Каждый из этих образцов является таким столпом в своем жанре. Чужой с Хищником в жанре научно-фантастического хоррора, Фредди с Джейсоном в жанре слэшера. И да, эти персонажи неоднократно друг с другом встречались с разной степенью успешности. Но об этом все мы поговорим сейчас подробно. И начнем мы с того, кто появился на экранах первым по хронологии, то есть с Чужого. Давайте перенесемся с вами на полвека назад. В 1974 год, когда два друга студента киноакадемии университета Южной Калифорнии, решили снять в качестве дипломной работы короткометражный фильм в жанре научно-фантастической комедии. Фильм получил название «Темная звезда», а двух друзей их создателей звали Дэн О. Беннон справа и Джон Карпентер слева. В качестве дипломной работы в их университете фильм прошел на ура, им поставили высший балл. И больше даже того скажу, им удалось заинтересовать уже серьезных продюсеров в кинокомпании и добиться широкого проката этого фильма. Ну, правда, им нужно было еще доснять половину, чтобы увеличить хронометраж до полного метра, но тем не менее. Тут возникла небольшая сложность, потому что то, что очень хорошо воспринималось в качестве студенческой дипломной работы широким зрителям, уже избалованным до этого, серьезными фантастическими фильмами, им не очень зашло. Допустим, журнал «Варайти» выпустил разгромную лицензию, в которой назвал «Темную звезду» жалкой пародии на кубликовскую космическую Одиссею. И больше всего всех рецензентов насмешил главный противник фильма «Инопланетный монстр», который напоминал вот такой пляжный мячик с лапками, фактистами. Сценаристу Дэн О. Беннону это очень сильно запало в душу, такое вот сравнение. И через пару лет он начал писать сценарий нового фильма, тоже про будущее и тоже про космос, в котором уже «Инопланетянин» выглядел бы настоящим. И в самый разгар работы над сценарием с О. Бенноном внезапно связывается режиссер Александр Ходоровский, Александра, и предлагает участие в качестве сценариста в создании известного фильма «Дюна», того самого, наверное, самого знаменитого и неснятого фильма из «Фантастических лет». О. Беннон, естественно, согласился сразу же, сразу же практически вылетел в Париж, где в свое время жил Ходоровский и собиралась бригада подготовки. Он поручил доработку своего космического сценария знакомому сценаристу Рональду Шусету. И хотя, как мы знаем, фильм «Дюна» в итоге так не состоялся, но от него была достаточно серьезная польза в данном случае, потому что во время подготовительных работ над ним О. Беннон познакомился со многими интересными личностями, которые тоже занимались фильмом. И одним из них был молодой швейцарский художник по имени Ганс Руди Гиггер, который рисовал для этого фильма различные концепты. Работы Гиггера настолько потрясли О. Беннона, что он твердо решил, что с этим человеком мы еще обязательно в будущем поработаем. Закончив свою часть работы над «Дюной» как сценарист, О. Беннон вернулся в США, где его уже поджидал неоконченный сценарий. Вернее, к тому времени он уже был окончен, его дописал его товарищ. Создавался этот сценарий по принципу такого вот лоскутного одеяла. То есть авторы черпали вдохновение из совершенно разных источников. Ну вот в основном как раз из фантастики 50-60-х годов. Например, завязка сюжета, что космический корабль получает сигнал бедствия и меняет маршрут, идя на помощь, она взята из фильма «Запретная планета». «Пришельц-убийца» — это фильм «Нечто из-за нового мира». «Гигантский мертвый пришелец» — фильм «Планета вампиров». Сам сюжетный ход с обнаружением инопланетных яиц на чужой планете и вообще концепцию биомеханических пришельцев, он взял из повести Клиффорда Саймака «Свалка». Идею пришельца-паразита, который внедряет свои зародыши внутри человека, он Беннон уже подсмотрел у «Живой природы», а конкретно у «Дорожной осы», которая откладывает свои личинки в тела пауков. В общем, как потом сам говорил о Беннон, «Я не воровал идею чужого, ни у кого конкретно, я украл его у всех». Когда сценарий был закончен, о Беннон и Шусет начали рассылать его различным кинокомпаниям, причем вот общую атмосферу и концепцию фильма они описывали таким кратким термином «челюсти в космосе», ну, подразумевая фильм Спилберга, недавно вышедший тогда. Кинокомпании тогда на самом деле не особо горели желанием вкладываться в научную фантастику. Ну, 70-е вообще были таким не самым удачным временем для этого жанра. То есть, 9-й век вот этой атомной фантастикой уже прошел, ренессанс в 80-х еще не начался, поэтому с фантастикой было сложновато. Но ситуацию, как ни странно, изменила первая часть «Звездных войн». Успех фильма был настолько громким, что студия 20-го века «Фокс» решила, что надо ковать с железа пока горячо и быстро запускать в производство еще один проект на космическую тематику. Ну и так вышло, что единственный сценарий про космос, который был на руках у студии, был как раз про чужого. В качестве режиссера был приглашен дебютант Ридли Скотт, потому что руководство студии настолько впечатлилось его первым фильмом, историческая драма «Дуэлянты», что они решили взять молодой талант под свое крыло. Причем изначально студия выделяла бюджет в 4 миллиона долларов, что немного для фантастики того времени, но увидев ранние наброски режиссера, который уже сразу вдохновился этой историей, студия увеличила бюджет почти в 3 раза, доведя его до 11 миллионов долларов. Кстати, такой сюжет бюджет был у первой части «Звездных войн». Причем Ридли Скотт хотел снимать в первую очередь не научную фантастику, а именно научно-фантастический хоррор. Он даже как бы сам называл этот проект «Техасская резня бензопиоид в космосе». Итак, сценарий был закончен, бюджет выделен, режиссер найден, не хватало, собственно, визуального решения и, главное, образа центрального монстра. Дэн О'Бэннон во время написания сценария имел довольно смутное представление о внешнем виде пришельца и на ранней стадии подготовки к фильму даже подрисовал сам его наброски, но ему же первому стало понятно, что вот такой пришелец особо никого напугать не сможет. И вот тут О'Бэннон вспомнил про талантливого швейцарца, с которым он познакомился во время работы над Дюной, показал альбом с работами Гигера «Мекрономиком 4» режиссеру Лиде Скотту. Тот увидел, пришел в восторг, сказал, вот именно это то, что и нужно. Гигера немедленно пригласили в Голливуд и, собственно, работа над визуальным обликом фильма началась. Облик Чижого создавался в несколько этапов. То есть, во-первых, голова Чижого на первоначальных эскизах была больше похожа, вот видно, что на человеческий череп, имела большие глаза. Но сам же Гигер потом уже расстояла на том, что пришелец вообще не имел видимых внешних органов восприятия, потому что так оно страшнее. Ну, в принципе, логично. То есть, одно дело, когда опасное существо атакует, видя противника, и уже совсем другое, когда он делает, его не видя. То есть, и естественно, что Гигер не мог не привести в дизайн Чижого своего фирменного сексуального подтекста, агрессивно-сексуального, я бы сказал. Причем тот подтекст виден абсолютно на всех стадиях развития пришельца, начиная с яиц, заканчивая, вернее, начиная с яиц и лицехвата, и заканчивая личинкой и взрослой особью. Вообще, изначально предполагалось, что Гигер создаст только дизайн взрослого Чижого, но он настолько увлекся процессом, так я думаю, что на творческой волне от недавней Дюны, что он разработал дизайн не только всех стадий развития Чижого, но и заодно дизайн разбившегося инопланетного корабля с мертвым пилотом на борту. Ну, опять же, концепт — это одно, а живые съемки — это уже немножко другое. И вот тут тоже съемочной команде фантастически повезло в каком-то кафе в Голливуде Ридли Спот встретил дизайнера из Нигерии, который обладал настолько нестандартным телосложением, то есть у него был рост за два метра и длинные точки и конечности, что режиссер сразу же предложил ему роль монстра. Потому что такой выбор он тоже внес очень сильную лепту восприятия образа, потому что вот этот человек в костюме Чижого имел настолько нестандартный пропорций, что вообще было непонятно, что внутри костюма может быть человек с такими вот пропорциями тела. И естественно, что нужно сказать спасибо режиссерскому чутью, так сказать, режиссерскому гению Ридли Спотта, который во всех сценах с пришельцем показывал его отрывками в дыму, в темноте, полунамеками, груздачей чего. То, что видело воображение зрителя, оказывалось сильнее того, что было снято на самом деле. Известный факт, что когда на начальном этапе производства второй части Чужих Джеймс Кэмерон изучал первоначальный костюм, вот из первой части, он был очень сильно удивлен, потому что он понял, что он был сделан буквально из каких-то подручных материалов, и вот насколько он на экране смотрелся при этом убедительно и органично. Сразу же после премьеры фильм получил достаточно, как ни странно, прохладные отзывы критиков. Там видно, что три звезды ему поставили. И причем многие из них, я так понимаю, к большому ужасу у Бэнона опять сравнили этот фильм с космической Одиссей, но зрители сразу же приняли этот фильм с восторгом. В итоге фильм собрал практически в 10 раз больше своего бюджета. Причем если к сюжету и к подаче у многих критиков еще были вопросы, то вот визуальную часть как бы оценили высоко практически все. И собственно фильм получил сразу два Оскара за лучшую работу художника-постановщика и за лучшие визуальные эффекты. А после премьерного показа в одном из крупных кинотеатров местные религиозные фанатики даже вот сожгли ночью огромную декорацию вот этого кресла с мертвым пришельцем, потому что, наверное, посчитали, что это какой-то дьявольский артефакт. Если анализировать образ чужого, то практически все искусствоведы единогласно заостряют свое внимание на сексуальном аспекте, который, в принципе, зашифрован практически в любом появлении чужого на всех стадиях. То есть кто-то считает фильм одной такой большой метафорой мужского страха перед изнасилованием. Ну вот опять же вспомним процесс обладотворения человека личинкой чужого через род. И одновременно же непониманием, мужским непониманием процесса беременности и родов. Собственно, вот сам процесс рождения чужого из грудной клетки. Кто-то, напротив, считает образ чужого метафорой материнства, что тоже, в принципе, имеет право на жизнь, учитывая некоторые, так сказать, особенности дизайна инопланетного корабля. Да, на самом деле, сексуальный подтекст, он зашифрован даже уже в чистой технологии производства чужого, потому что живы вот эти вот на челюстях чужого, они сделаны из обычных презервативов. А как исчислена, это лубрикант. После первой части вышло еще три фильма по вселенной чужих, два кроссовера, о которых мы чуть-чуть попозже еще поговорим. Но уже как бы и того уровня насыщенности сексуальной символикой, этой новизны, которая была первым чужом, уже ни одно продолжение достичь не смогло. И практически ничего принципиально нового к образу чужого не прибавило. То есть вторая часть — это уже фирменный камероновский высокотехнологичный боевик. Третья — мрачный камерный блокбастер Дэвида Финчера, который вообще, учитывая его историю, вообще с трудом появился на свет. Ну, четвертая — это такой веселый французский кинокомикс. За пятую часть недавно, вот несколько лет назад, хотел уже взяться режиссер Нил Бонкамп. Можно видеть по концептам, что идей у него было достаточно много. Но, опять же, до производства в итоге дело не дошло. Но, учитывая его две последние ленты, может быть, оно как бы и получило. Ну, и последнее можно упомянуть на данный момент каноничное, к сожалению, ленты по вселенной Чужих — это вот оба недавних Прометея. К сожалению, потому что сам же создатель Чужого, Ридли Скотт, своими же руками похоронил всю вот эту атмосферу опасности и загадочности бескрайнего комикса. То есть, во-первых, он показал историю происхождения самого Чужого, которая была тайной, и, во-вторых, показал и облик, и мотивы вот этой расы этих гигантских пришельцев, чей труп был найден на инопланетном корабле. Мне кажется, что у всех, кто смотрел фильм «Прометея», осталось ощущение, как будто увидели гениального фокусника, который решил раскрыть перед зрителями все технологии своих самых знаменитых фокусов. То есть, вроде как, интерес к публике удовлетворен, а с другой стороны, уж лучше было жить с таким интересом, чем с такой скучной разгадкой. Есть даже такая полушуточная теория, что Ридли Скотт снял эти фильмы специально, чтобы сделать Чужих менее интересными для зрителей и подстеркнуть следующее поколение творцов к придумыванию новых образов. Ну, так это или нет, время пока. Следующий монстр у нас на очереди — это второй известнейший представитель фантастического хоррора, а именно «Хищник». Фильм о «Космическом охотнике» вышел в 87-м году, спустя 8 лет после премьеры первого «Чужого». И вот как история создания «Чужого» полна счастливых совпадений, история создания «Хищника» уже гораздо более сложна и заковылиста. Началось все, как ни странно, с фильма «Роки-4», вышедшего в 85-м году. Фильм получил у критиков довольно слабые отзывы, и один из них написал в рецензии, что, наверное, единственным противником, с которым не сражался Сливестр Сталлоне, был, наверное, только инопланетянин из фильма «Ити». Эта рецензия попалась на глаза двум начинающим сценаристам, братьям Джины Джома Томасом, которые подумали, ага, а в этом что-то есть. И уже в конце того же 85-го года братья послали в студию «Фокс», которая уже к тому времени окончательно закрепила с собой звание самой космической студии Голливуда, первый вариант сценария под названием «Первобытное зло». Причем по первоначальному сценарию пришелец представлял собой такой бесформенный организм, который был способен влиять на мысли других людей. То есть такой что-то типа смесь такая из каплей и томминокеров. Но поскольку в конце 80-х развитие технологии еще не позволяло полноценно реализовать такую концепцию, то студия отправила сценарий обратно на доработку с просьбой сделать пришельца более конкретным. Следующая сценарная версия пришельца уже была более человекоподобной, и проекту дали «Зеленый свет». Также, как и в случае с «Чужим», студия взяла в режиссера и тоже дебютанта Джона МакТирнана, который к тому времени снял только один фильм «Ужастик. Качельники» с молодым Пирсом Броссеном. Но у «Хищника» еще был такой главный козырь, на главную роль им удалось получить Арнольда Шварценеггера, который тогда был уже на пике актерской карьеры. Итак, началась активная фаза подготовки, и дизайнеры студии «Фокс» очень быстро подготовили концепты, и по ним собрали костюм пришельца, работающий. По их задумке, пришелец представлял собой вот такого инопланетного быстрого ниндзя с на тонких ножках, с коленками назад. Но когда вот этот готовый костюм привезли к месту съемок, то вся съемочная группа немножко приуныла, потому что грозный пришелец смотрелся, ну, мягко скажем, неубедительно. К этому еще прибавились проблемы с первоначальным исполнителем роли хищника Жан-Клодом Ван Дамом, которого тогда практически никто не знал. Во-первых, по сравнению с огромным Арнольдом Ван Дам выглядел мелковато, невнушительно. Во-вторых, Ван Дам согласился на роль в этом фильме с расчетом на то, что он сможет там показать свое боевое искусство и засветиться в титрах рядом с Шварценеггером и получить, так сказать, быструю славу. Но когда он понял, что его фактически позвали на роль каскадера в маске, то он со скандалом покинул проект спустя три дня съемок. Ну, собственно, на этом фото видно, что вот лицо Ван Дамма как бы спрашивает, а что есть вообще за бут. В качестве такой отчаянной попытки спасти ситуацию в костюм вместо Ван Дама попытались поместить обезьяну. Кадров с обезьяной в костюме хищника, к сожалению, вернее, к счастью, история не сохранила. Но, естественно, ничего как бы путного из этого не вышло. Обезьяна пугалась костюмом и при первой возможности пыталась его снять и не отказывалась исполнять команды. В воздухе очень сильно запахло закрытием всего проекта, и тогда режиссер Джон МакТирман решил обратиться за помощью, последняя помощь, последний шанс, в студию спецэффектов знаменитого Стэна Уинстона. Причем этот новый образ нужно было создать, совершенно новый образ, за шесть недель всего лишь. То есть по меркам Голливуда это такой очень короткий срок. То есть сотрудникам студии Уинстона предстояло работать вот все это время практически без выходных. Сотрудники студии как-то пытались осторожненько так забунтоваться, но Стэн Уинстон, босс, с каким-то шестым чувством почувствовал, что фильм приобретет культовый статус, и убедил их поднапрячься. И сотрудники взялись за дело весьма решительно. Во-первых, они выкинули все первоначальные наработки, решив сделать весь дизайн с нуля, с чистого листа. От концепции быстрого пришельца Ниндзя сразу же отказались, так же как и от сложных технических решений, типа вот этих ног рептили с коленками назад, или головы на длинной шее. Ну, то есть быстрый пришелец, он смотрелся вообще невнушительно по сравнению с могучим Шварценеггером, а вот такие сложные дизайнерские решения были трудновыполнимы в условиях жарких джунглей мексиканских, которые изначально выбрали для съемок. Потому что режиссер изначально наставил на съемках не в павильоне, а именно на натуре для вот убедительности происходящего. Поэтому пришельцы, во-первых, решили сделать более массивным и более человекоподобным по анатомии, чтобы у человека, которого играл, у актера, было как можно меньше затруднений в движениях. Тут студия пошла по тому же самом пути, что и в случае с Чужим, только если те искали высокого и худого актера, вернее, не искали, а случайно наткнулись, а теперь нужен был кто-то высокий и массивный. В итоге на роль Хищника взяли актера Кевина Питера Холла с ростом 2 метра 18 сантиметров, который уже имел к тому времени опыт изображения нечеловеческого существа в сериале «Гарри Хендерсон», где он играл снежного человека. Но у концепции такого человекообразного пришельца есть один нюанс. Чтобы человек в таком костюме выглядел не как начинающий косплеер, а именно как грозный пришелец, этот костюм должен быть действительно хорош по дизайну. В случае с Чужим все было проще. Нужно было просто не мешать художественным видениям Гигера, оно уж там само выведет куда нужно. В случае с Хищником Стэнлу Инстону пришлось собирать образ, так сказать, с миру по нитке. Первые наброски смотрелись интересно, но вот им чего-то такого не хватало, какого-то интересного визуального решения, которое бы сделал этот образ действительно прямо необычным и запоминающимся. И ключевым таким вот образом, ключевым моментом, стала картина, которую режиссер заметил, Стэнлу Инстон заметил в офисе продюсера фильма Джоэла Силлера. Какая именно картина, к сожалению, до нас информации не дошло, но, скорее всего, это было, наверное, что-то типа вот такого, реалистического фэнтези в духе Фрэнка Фрозетты. Тогда это было достаточно модно в интерьерах. На картине был изображен подобный вот этому фантастический воин с копьем и длинными дредами. И вот такое сочетание футуристических технологий и образ древнего языческого туземного воина так понравилось Стэну Инстону, что он потихонечку начал рисовать наброски вот в таком направлении. Но все равно вот не хватало какой-то вот единой детали, маленькой, которая бы вот придала образу мгновенную узнаваемость. Кстати, параллельно с работой над хищником, Стэн Инстон еще принимал активное участие в мероприятиях различных, которые были посвящены выходу второй части «Чужих», над ними тоже работала его студия. И как-то раз он летел в Японию на киноконференцию по поводу «Чужих», и его соседом по креслу оказался режиссер «Чужих» Джеймс Кэмерон. И Стэн Инстон во время долгого полета решил показать ему свои наброски. Посоветоваться. Джеймс Кэмерон посмотрел их, подумал и предложил, а почему бы тебе не добавить этому пришельцу жвалы, как у насекомого? Ну, Стэн Инстон решил, а почему бы, собственно, не попробовать? Дорисовал к рисунку жвалы, и всем неожиданно понравилось. Ну, среди искусствоведов входит такое еще забавное предположение, что вот эта кэмеронская идея с жвалами – это такая типичная оговорочка по Фрейду. То есть многие замечают такую вот схожесть сортовой полости хищника с женскими половыми органами, и есть такая версия, что это был своего рода подсознательный ответ на фаллическую форму головы «Чужого», которая, естественно, не могла не засесть в голову режиссера, который видел ее практически на всем протяжении производственного процесса. Ну, вообще, если продолжать проводить параллели с «Чужим», то можно заметить, что механизмы воздействия визуального образа хищника очень похожи на таковые механизмы у «Чужого». То есть оба эти образа, они человекообразны. Оба опираются на нестандартные пропорции актеров-исполнителей. И в обоих случаях эстетика этих образов построена на сочетании несочетаемого. В случае с «Чужим» на сочетании механики и биологии, в случае с «Хищником» на сочетании высоких технологий и вот такой архаической древней сути. Ну, наверное, можно даже сказать, что образ «Хищника» он получился таким вот подсознательным воплощением глубинного страха цивилизованного человека перед опасным дикарем из джунглей, который практически в своей родной среде неуязвим. «Хищник», он, несмотря на все свои высокие технологии, по сути, если посмотреть, мало чем отличается от какого-нибудь воина, затерянного в глубоких джунглях племени. То есть этот пришелец, он не подготавливает захват планеты, он не занимается научными изысканиями, он собирает трофеи. По легенде он проходит обряд инициации. Причем обратите внимание, что вот эта архаичность образа, она постоянно подчеркивается на совершенно разных уровнях восприятия. На визуальном, вот эти дреды, висящие талисманы, острые зубы, когти, на звуковом, потому что саундтрек такой с барабанами, звуками рога, какими-то инструментами, и на сценарном уровне. То есть образ «Хищника» постоянно мифологизируется через описание идеологии. Вот эти все джунгли-ложи забрали Хокинса, демон, который делает из людей трофеи и так далее. И одновременно этот решерец, он как бы трикстер. Он с своими жертвами играет, он их передразнивает, он дает им шанс на победу, предлагает честный поединок один на один без оружия, как кошка с мышкой. Так что в какой-то степени «Хищник» — это, наверное, не столько образ зла в чистом виде, каким, наверное, является чужой, сколько образ такого вот чуждого человеку враждебного разума. А теперь поговорим про этих двух товарищей вместе. После выхода первого «Хищника» всем стало ясно, что в массовой культуре появился еще один культовый опасный пришелец. Ну, соответственно, мысль стравить этих двух персонажей была вопросом небольшого времени. И уже через год, в 1989 году, издательство Dark Horse Comics взяло дело в свои руки и выпустило серию комиксов «Чужие против хищника». Любителям комиксов и поклонникам обе франшизы идея понравилась. И уже во второй части фильма «Хищник», которая была снята в 1991 году, художники по спецэффектам подложили вот такую забавную пасхалочку в виде черепа чужого на стене с трофеями внутри корабля хищников. И хотя никакого сюжетного значения эта деталь не имела, но фактически она уже само собой означала экономическое объединение двух кинофраншиз в одну вселенную. Публика восприняла такое объединение благосклонное, тем более, что две франшизы принадлежали одной студии. И студия Fox практически сразу же после премьеры второго «Хищника» заказала сценарий о противостоянии хищника с чужим, но в студии внезапно сменилось руководство, и очень многие проекты, в том числе этот, были отложены на неопределенный срок. И поэтому на протяжении свыше, наверное, 10 лет фанаты могли наблюдать вот это давно им обещанное противостояние только на страницах комиксов и видеоигр. Фильм «Чужой против хищника» получил зеленый свет только в 2003 году, когда режиссер Пау Андерсон, который уже имел за плечами такой неплохой опыт экранизации всевозможных фантастических экшн-фильмов, он взялся за эту экранизацию, и сценарий как раз был создан на основе того еще старого сценария из начала 90-х. Фильм собрал неплохую кассу, но особыми такими художественными свойствами, к сожалению, не отличался. Так же, как и выпущенное через три года продолжение, в котором все действие внезапно уже взорачивалось в американской глубинке, уже, видимо, в целях экономии и упрощения производственного процесса. Причем любопытно, что режиссер «Первого чужого» принципиально не смотрел ни одного из этих кроссоверов, а вот Джеймсу Кэннеру, «Первый чужой против хищника», по его словам внезапно понравился. Причем настолько, что в своем личном топе фильмов о чужих он его поставил на третье место после оригинальной ревенты и своего продолжения. И многие пытаются понять такой парадокс. То есть, почему противостояние двух таких интересных и запоминающихся персонажей, ну, точнее, трех персонажей, если еще людей считать, которая так хорошо получилась на страницах комиксов и видеоиграх, а обе части игры «Чужой против хищника», они однозначно считаются культовыми, ну, на экране, мягко скажем, не удалось. Есть такое мнение, с которым лично я в целом согласен, что тут сыграла свою роль такая колоссальная разница в атмосферах этих лент. То есть «Чужой фильм» — он про страх обычного человека перед непознаваемыми ужасами космоса. «Хищник» же — это про поединок двух разумных существ. Причем разница эта, как ни странно, сильнее всего видна, даже если не сравнивать с двух монстров, ну, то есть принципиально, чем один злодный пришелец отличается от другого, а если сравнивать героев фильмов, то есть людей. В «Чужом» герои — это обычные маленькие люди, совершающие обычную работу. Инженеры, ученые. Герои же «Хищник» — это такие уже практически сверхлюди, которые уже на экране и на уровне сценария показаны как какие-то мифические воины. Так что для того, чтобы как-то органично скрестить эти два настолько непохожих атмосферы, нужен был режиссер с гениальным чутьем и гениальный же сценарист, но чего, к сожалению, у обоих кроссоверов не наблюдалось. Так что на данный момент пока что, судя по отзывам, показовым сборам у обоих кроссоверов и фильмов продолжений той и другой франшизы о противостоянии чужих хищников, можно, наверное, забыть пока что надолго. Так что давайте теперь пока ставим космическую тему и вернемся обратно на Землю. И первый земной герой, о котором мы сегодня поговорим, это знаменитый Фредди Крюгер с «Улицы Вязов», имя которого стало уже фактически нарицательным для всего жанра хоррора в целом. Имя Фредди Крюгера знают даже те, кто в принципе фильмов ужасов не смотрит, про него рассказывают городские легенды, рассказывали и рассказывают страшилки, анекдоты, то есть это такой уже народный персонаж. И такая безумная популярность, она особенно удивительна, если учитывать, что Фредди Крюгер был придуман, то, в общем-то говоря, с нуля. У него не было известной литературной перевосновы, как в случае с Драку или Монстром Франкенштейна. Этот образ не уходит корнями фольклор, как оборотень или зомби. То есть образ Фредди, он был целиком и полностью придуман, ну, точнее, собран как пазл из разных элементов, полностью одним человеком, имя которого Уэст Крюгер. И история Фредди Крюгера началась в 1978 году, за год до выхода «Чужого», когда вот к тому времени у Уэста Крэвина уже был определенный опыт в жанре хоррор. Он снял довольно-таки успешный слэшер «У холмов есть глаза» и «Последний дом слева». А идея «Кошмара на улице Вязов» пришла к нему внезапно из довольно-таки необычного источника, а именно из газеты «Лос-Анджелес Таймс». Эта газета в 1978 году напечатала серию статей о беженцах из Южной Азии, которые бежали от гражданских войн из Камбоджи, Вьетнама, Лаоса. И среди этих беженцев, которые осели в Америке, начал массово распространяться странный синдром. Им стали стниться страшные сны, причем страшные настолько, что они даже отказывались засыпать. И в итоге многие из них умирали либо от истощения организма из-за недостатка сна, либо просто от ночных сердечных приступов во сне. Чуть позже уже природа такого феномена была разгадана. Всему виной была распространенная среди народов Южной Азии наследственная мутация одного из генов, который влиял на повышенную вероятность внезапной смерти во сне от сердечного приступа. Но тогда еще не было известно, и Уэс Крэйвен эта заметка натолкнула на такую мысль. А что, если всех этих людей во сне что-то преследует? Что-то настолько страшное, что они готовы не спать максимально долго, чтобы избежать встречи с этим? И Уэс Крэйвен засел за сценарий под вдохновением, который рассказывал о группе подростков, о которых в их кошмарах преследовал бы страшный человек. Крэйвен рассылал сценарий в разные студии, и интерес даже проявляли такие титаны, как Disney и Paramount, как ни странно. Но по разным причинам не сложилось. В итоге, наверное, и хорошо. В итоге на проект согласилась только одна маленькая независимая студия, которая до этого вообще фильмов не снимала, а занималась основным прокатом фильмов других студий. Студия называлась New Line Cinema. Забегая вперед, скажем, что она получила название «Такой неофициальный дом, который построил Фредди», потому что этот фильм, эту студию вытащил из финансового краха. Итак, процесс съемок подготовки был запущен, и режиссер уже засел до продумывания вот этого центрального образа злодея. И образ собирался по принципу лоскутного одеяла. Имя Фредди Клюгер. Режиссер позаимствовал своего одноклассника, который над ним издевался в младших классах. Шляпу из родного не лицо он взял у бездомного, который его сильно напугал в детстве. Свитер, вот эту жуткую красную-зеленую полоску, он взял у одного из осветителей, который ему вроде как подарила «Либо мама, либо невеста неизвестна». Причем как раз до этого режиссер читал статью в журнале American Scientific, где говорилось, что вот это сочетание цветов является самым неприятным для человеческого глаза. А вообще изначально режиссер хотел нарядить Клюгера в плащ в гений. С фирменным оружием пришлось повозиться уже чуть подольше. Крайлин не хотел, чтобы его Фредди Клюгер был вооружен чем-то тяжелым, как классические маньяки слэшерам, хотелось чего-то более такого запоминающегося, элегантного. И режиссер подошел к этому вопросу с такой научной точки зрения, он начал изучать образы, отражающие первобытные страхи людей. Так он пришел к образу перчатки с длинными когтями и дал такое задание отделу по спецэффектам. Эту перчатку собрать. Специалисты отдела долго искали ножи, которые подошли были на такой перчатке, многие перебрали варианты форм лезвия, и в итоге остановились на таких вот изопытных ножах для стейка, которые они просто переточили с обратной стороны. Кстати, вот руки Фредди Крюкера, которые на вступительных титрах фильма делают перчатку, они на самом деле принадлежат одному из специалистов по спецэффектам, который просто как бы точно знал, в какой последовательности и как нужно эту перчатку собирать. Еще большая сложность возникла, собственно, с поиском актера на роль Фредди Крюкера. Изначально студия думала, что маньяк будет носить маску и будет молчаливым, по аналогии с Джейсоном Урхисом или Майклом Майерсом. Но после нескольких тестовых прогонов с маской режиссер почувствовал, что это не то, что нужно. То есть он себе видел вообще Фредди в сложном гриме, но без маски, чтобы была как-то видна актерская игра. То есть, следовательно, задача очень сильно усложнялась. Крэйвинг хотел найти актера, который идеально попал бы в образ Фредди и выглядело при этом действительно опасным. Так он случайно познакомился с актером Робертом Ингландом, который до этого играл незначительные, но тоже в основном злодейские фильмы, роли в мобюджетных фильмах и сериалах. Ингланд был спокойным, тихим человеком, невысокого роста, с добрым лицом и классической актерской подготовкой за плечами. То есть чисто внешне он меньше всего был похож на опасного маньяка из «Кошмаров», но режиссер вот именно в нем вот это вот почувствовал, как он потом вспоминал желание дойти до самых темных глубин своей души. Итак, актер был найден, но вот нужно было еще придумать досконально грим. Изначально тоже Крейген хотел очень сложный грим, чтобы сквозь дыры в коже видны были зубы, а в черепе, чтобы были видны отверстия, через которые посвечивал его пульсирующий мозг. Но гримеры быстро уговорили режиссера от этого всего отказаться, потому что цифровые технологии тогда были в пеленках, а чтобы все это навешать на живого человека, ну как бы, то есть это не могло быть и речи, то есть максимум это должна была быть аниматронная кукла, но тогда не было смысла в поисках актера. В итоге вариант с аниматроникой оставили только для одной сцены, когда герой не случайно снимает лицо с Фредди. В качестве основного решения сошлись на сложном пластическом гриме с обожженной кожей. Причем художник по гриму его создавал на основе фотографии из медицинского центра Калифорнийского университета, отчего потом еще несколько недель страдал ночным кошмаром. После выхода фильм стал моментально культовым явлением, практически превратился в такое событие массовой культуры. То есть тут собралось несколько факторов сразу, и режиссура, и сценарий Крэйвина, и придуман им такой принципиально новый образ маньяка, не похожий ни на что, что было раньше. И вот эта гениальная концепция кошмара наяву, потому что большая часть страшных вещей, показанных в фильме, она происходит во сне. То есть это автоматически развязывается сценаристам руки, позволяя его воплощать просто все свои фантазии, как-то не заботясь о внутрисюжетной правдоподобности. Ну а когда происходящее во сне уже начинает реализовываться в реальном мире, внутри фильма, то получается еще страшнее, потому что зритель, он поневоле вспоминает свои самые страшные кошмары, и, естественно, задумывается, что вот было бы, вопротись о ней в жизнь. Ну и, конечно, такую известность в фильме не приобрел без гениальной игры Роберта Инглэнда, за которым уже навсегда закрепилось звание такого, так сказать, народного Фредди Крюбера. Он добавил в этот образ то, чего не было ни у одного маньяка в кино ранее. Иронию и черный юмор. Ну вот, собственно, с учетом этой особенности актерской игры Инглэнда, сценаристы с каждой новой части усиливали этот градус черного юмора, так что под конец фильма уже этой серии превратились просто из хоррора в такую черную комедию с Фредди Крюбером в главной роли. Ну вот красноречивое доказательство такой народности образа, что в титрах первого фильма слева его имя писало с полным именем Фред, а начиная со второй части и уже во всех последующих использовался уменьшительно ласкательная форма Фредди. То есть это такой, как бы, свой. Вообще, Войск Крюбер уже после первого фильма считал, что история Крюбера закончена, ну, руководство студии посмотрело на кассовые сборы на отзывы и практически сразу запустило в производство вторую часть, за которой последовало третья, четвертая и так далее. И все, про Фредди Крюбера было выпущено семь сольных фильмов в основной серии, один кроссовер, один ремейк, сериал, книги, комиксы, компьютерные игры и, естественно, огромное количество всяких фигурок, игрушек и прочих полисборников. Причем, последняя часть в классической серии про Фредди Крюбера была решена Крэйвеном в духе вот его же постмодернистского крика, хотя она была немножко раньше. Эта история рассказывала о таком некоем демоне, который взял воплощение Фредди Крюбера, а режиссеры Игорь Дэк Крюбер играли в этом фильме самих себя. О кроссовере мы поговорим еще чуть попозже, а вот на ремейке Кошмар на улице Вязов мы поговорим, остановимся чуть подробнее. В 2009 году в производство было запущено переосмысление такой ремейк Кошмар на улице Вязов с Джеки Эрро Хейли в роли Крюгера. Ну, как бы, несмотря на таланты и харизму актера, фильм про Катя провалился, получил разгром отзывы критики и был забыт практически сразу после выхода, но, опять же, ничего удивительного в этом, в общем-то, нет. Вспомним секрет живучести классических образов из ужасов. Вампира, оборотня, монстра Франкенштейна и так далее. У них у всех есть дуализм. Одни одновременно имеют человеческую половину и половину темную, лежащую по ту сторону. То есть, одна половина заставляет сопереживать, другая пугает и отталкивает. Ну, вот, у классического Фредди Крюгера, хотя казалось бы, воплощение чистого зла, этот дуализм есть. Ну, собственно, не просто, потому что так этот персонаж стал практически самым таким народным из страшных образов нового времени. Он, как мы помним, персонаж Трикстер, и он высмеивает подростковые проблемы. Давайте вспомним персонажей из всех этих частей кошмара. Наверное, закомплексованные подростки со своими тараканами и проблемами, которые раздражают взрослых людей. Есть даже такой известный анекдот про три возраста человека. Первый возраст, когда ты боишься Фредди Крюгера. Второй возраст, когда смеешься над Фредди Крюгером. Третий возраст, когда ты солидарен с Фредди Крюгером. То есть можно сказать, что Фредди это такая вот облаченная в кроваво-шутливую форму критика, обнаглевшая молодежи. И вот как раз отсутствие какой-либо сложной мотивации психологии этого образа, как там у Нормана Бейтса, например, психо, вот это отсутствие работает на правильное восприятие образа, потому что Фредди это символ, это метафора, ему сложная психология в принципе ни к чему. Как говорится, любим мы его не за это. А в ремейке авторы попытались, сопереживать. Но это было бы еще полбеды. А при этом они совершили еще две фатальных ошибки. Они, во-первых, полностью этот образ лишили мрачной иронии, то есть сразу убрали половину вот этой львиную долю харизмы. И, во-вторых, они сделали такой сценарный ход сомнительный, они сделали Фредди Крюгера педофилом. То есть тут они немножко перешли грань, потому что можно сопереживать вампиру, оборотню, чудищу Франкенштейна, даже зомби, но сопереживать вернувшегося с тому света педофилу с обожженной кожей, который мстил детям своих убийц, влезая из их кошмара, это изменить уже немножечко перебор. Поэтому про существование ремейка сейчас многие даже уже не помнят, ну а образ оригинального Крюгера, он остался включен в массовую культуру и по степени своего влияния может, наверное, поспорить с любым другим образом из сегодняшнего списка. И обратите, опять же, внимание еще раз, что Фредди Крюгер это, наверное, единственный в нашей подборке авторский архетип, то есть по целиком и полностью рожденной фантазией одного человека на основе его личных переживаний и воспоминаний. То есть в этом смысле, наверное, его можно как раз сравнить с монстром Франкенштейна, он же тоже взялся практически с нуля и тоже приобрел всемирную славу, воплотившись как бы на кинопленке. И, как и монстр Франкенштейна, Фредди Крюгер тоже, естественно, является любимой мишенью для психологов, который изучает воздействие фильмов ужасов. Метафору критики подросткового поведения мы уже рассмотрели, но у образа Фредди есть и другие трактовки. Например, кто-то усматривает в нем метафору страха перед взрослением. Если рассмотреть образ Фредди с этой стороны, то мы как раз легко увидим, что он внешне, чисто внешне, с собой представляет такую буквальную карикатуру на взрослого человека с тяжелой судьбой. Лицо изуродовано, одежда оборвана, но жизнь в целом, мягко говоря, не состоялась. Опять же, не забудем, что внешность Крюгера вдохновлена образом бездомного. Кто-то копает уже голубже и считает кошмар на улице Вязов упощением не просто страх перед взрослением, а страх конкретно перед началом половой жизни. В основном за счет мотива грубого вторжения в личное пространство человека, но в данном случае в максимально возможно личное, то есть в его сон. Рука с пальцами-лезвиями это уже сама по себе такая красноречивая метафора вторжения и одновременно фаллический символ. Причем, опять же, в фильме это очень часто обыгрывается даже на стадии композиции кадра. И опять же таки, как ни странно, образ самого Фредди он тоже воспринимается многими как сексуальный. Например, в 1984 году американская пресса сделала опрос после выхода первого кошмара и Фредди Крюгер попал в список самых сексуальных вымышленных мужчин, как ни странно. И в заключении еще одно такое любопытное отступление. Мало кто задумывается, а почему вообще фильм носит название улицы, которое мало того, что ни разу в кадре не звучит, так оно еще нигде не показывается, кроме начальных и финальных титров. Ну, тут у историков в кино есть такие два объяснения. Первое, улица Вязов, это такое просто очень распространенное название для улиц в тригородах США. Там вообще распространены такие древесные названия типа Дубовой или Кленовой улицы. Ну, примерно как в наших городках улица Ленина или Советская. То есть, таким образом, как бы подчеркивается такая вот некоторая условная сказочность истории. То есть, дескать, что-то подобное могло произойти в любом небольшом городке США. Ну, и второе объяснение, хотя это даже, наверное, не объяснение, а просто такая вот небольшая часть, небольшой кусочек сложной истории создания фильма. В 63-м году, когда режиссеру Крейдена было 24 года, был убит президент Джон Кеннеди. Как и многие американцы, режиссер воспринимает это как трагедию и цитирует его интервью как конец прежнего невинного мира. А по какой улице города Даллас проезжал Лимузин Кеннеди во время убийства? Да, по улице Далласа, Эллн-стрит. Ну, а теперь оставим Фредди и вернемся обратно. в американские пригороды в царство Слэшера. Первый из таких вот второй монстр земной это Джейсон Бурхис, знаменитый убийца Сколостального озера. Самый первый фильм франшизы, Пятница, 13-я, был снят в 80-м году. Фабула сюжета, подростки на озере, которых по одному убивает маньяк, она полностью взята из фильма Кровалый залив Марио Бауэ, который, как мы помним по прежней лекции, был таким своеобразным шагом в сторону от Джала. И, как многие знают, в первой части основной убийцы был вообще Джейсон, а его мать никакого неубиваемого маньяка там еще не было. То есть, это был такой, можно сказать, криминальный практически хоррор. По духу, в принципе, первая Пятница, 13-я была скорее ближе, наверное, к техасской резне бензопилой и как раз стал одним из первых фильмов ужасов, которые были ориентированы на подростковую аудиторию и, соответственно, с подростками в главных ролях. Фильм внезапно выстрелил в прокате, собрав кашу в суп почти в 600 раз больше, чем от начальной бюджет, поэтому практически сразу же после премьеры в производство была запущена уже вторая часть, но уже с Джейсоном, подросшим мальчиком из финала первой части в главной роли. Но вот в этой второй части Джейсон еще не носил свои знаменитые хоккейной маски, его наряд представлял собой мешок с прорезями, которые попадет на голову. Этот наряд, кстати, практически без изменений взят с образа маньяка из фильма «Город, который боялся заката» 1976 года. Он был снят по мотивам реальной истории из серийной убийцы по кличке Фантом, который орудовал в 40-е годы в Техасе и так в итоге не был полный. А та самая хоккейная маска знаменитая появилась только в третьем фильме. Сценаристы еще на первом этапе работы над сюжетом третьей части хотели поменять мешок на что-то поинтереснее визуально, вроде какой-нибудь запоминающейся маски. И супервайзер фильма принес для живых тестов с гримовым освещением обычную хоккейную маску. Он был фанатом хоккейной команды Detroit Red Wings. И неожиданно маска понравилась всем членам съемочной группы. Но только в конструкцию маски внесли некоторые изменения. Они расширили конструкцию, чтобы она лучше держалась на голове, добавили эти красные треугольники, нарисовали и пробили новые дырки. Общий внешний облик Джейсон тоже был проработан более глубоко. То есть, начиная с этого фильма, Джейсон практически всегда одет в классическую драную рубашку, брюки и носит тяжелые ботинки, которые за счет платформы увеличивали силуэт и делают его более громоздким. И оружие тоже подобрали под стать вот этого медлительного, такого чуть-чуть неповоротливого образа, длинный нож-мачете, с которым он уже не расставался практически на протяжении всей франшизы, ну, разве что иногда ему изменяя с топором, гарпуном, ножом или там ледорубом. На самом деле такая популярность франшизы про Джейсона стала сюрпризом для всех и, наверное, в первую очередь для самих создателей. То есть, по большому счету, секрет такого успеха объяснить довольно-таки трудно, потому что первый фильм, он не является ни художественным прорывом, ни каким-то новым уровнем качества слэшера, то есть, остальные фильмы о франшизе, ну, тем более. То есть, скорее всего, здесь, наверное, причина в том, что «Пятница-13» это прям вот классический слэшер такой сферический вакууме. То есть, это заложено еще вот Марио Бауэй в Кровом заливе формула маньяк маски против подростков и ничего лишнего. То есть, алгоритм от точной до идеала. Подростки нарушают правила и за это терпят кровавое возмездие. Собственно, поэтому говорить о каком-то либо серьезном развитии образа Джейсона внутри вот этой франшизы, наверное, трудновато, потому что он настолько целен и устойчив, что не добавить, не прибавить, что изменения в каждой части касались, наверное, только его косметического облика. То есть, более-менее менялся, наверное, только его грим без маски. Кстати, к слову про вот его облик без маски. То есть, получается, что вот еще за счет его физического уродства такой дидактический посыл пятницы-тринадцатая бьет сразу по двум целям. То есть, вспомним сюжет. Из-за чего Джейсон утонул? Из-за сочетания двух трагических факторов. Его дети столкнули в воду, потому что они его боялись из-за отталкивающей внешности. Ну, а вожатые не усыдили, потому что были заняты половым вопросом друг друга. То есть, тут сразу два урока. Водно. Веди себя хорошо и будь терпим к ближним, а не то придет маньяк с мачете и порубит тебя в конкурс. С этой точки зрения можно сказать, что пятница-тринадцатая такая, наверное, универсальная страшная сказка для нового времени. То есть, да, в принципе, все фильмы этой франшизы, если посмотреть, похожи на рассказанную у костра в летнем лагере байку про маньяка с ножом, который отдыхал в этом лагере, когда был ребенком, а теперь охотится за новый смелый. Ну, а как мы знаем, именно самые страшные сказки, они в культуре самые жизнеспособные. Ну, и прям нельзя отрицать, что чисто визуально образ Джейсона с точки зрения психологии восприятия, он такой очень удачный. То есть, Фредди, он играл своими жертвами, как кошка с мышкой, как он с ними шутил, а Джейсон, он уже, он серьезен. Это такое воплощение неостановимой поступи восьмездия, молчалевого возмездия. И опять же, вот это вот гениальное озарение с хоккейной маской. То есть, это предмет, который, если на него посмотреть внимательно, он изначально такой, но сам по себе немножко жутковатый. Просто это жутковато никто раньше особо не замечал. Ну, это, наверное, можно сравнить с этим знаменитым унитазом Марселя Дюшана, когда художник, разглядела красоту, рассматривая распространенного предмета массового употребления, который раньше никто с такой точки зрения не рассматривал. То есть, хоккейная маска, это уже, считай, готовый хоррор-объект. Лицо, которое имеет глаза и нос, но при этом лицом не является. Плюс эти многочисленные отверстия, которые тоже выглядят как росы в маленьких глаз. И вот такой вот силуэт визуальный, который моментально сразу врезается в память как символ, и который очень, опять же, выигрышно смотрится на экране на фоне вот этих погруженных во мрак декораций. Ну, этот классический образ Джейсона, кстати, пытались даже осовременить. Последний канонический фильм франшизы, фильм Джейсон Х, или Джейсон 10, по порядковому номеру, он вышел в 2000 году, ну, как раз на излете моды, на запуск персонажей в космос, персонажей хоррора. В фильме действие разворачивалось в далеком будущем на коллодерной космической станции, на которую студенты будущего ну, очень удачно вот приводят возмороженного Джейсона с земли, уже вымерший к тому времени. Ну, и хотя фильм культом не стал, а среди фанатов считается таким даже выпиющим не каноном, ну, примерно как четвертая часть Чужого для любителей Чужого. Но на самом деле фильм не такой плохой, и, в принципе, получить удовольствие от осмотра можно. Ну, хотя бы вот для того, чтобы получить доказательство того, что универсальная формула Джейсона рубит подростков за слишком вольную жизнь, она работает где угодно, хоть в летнем лагере, хоть в центре большого города, хоть на космической станции, а Джейсона не спасется никто. Ну, и как и Фредди, Джейсон тоже не избежал вот этой повальной ремейкизации в нулевых, но в целом можно, наверное, сказать, что ему все-таки повезло в этом больше. Ремейк «Пятница» вышел в 2009 году, и в нем образ Джейсона все-таки уже попытались немножко усложнить. Они добавили ему сопереживания, и, как ни странно, такой прием удался. То есть, Джейсон в этом фильме уже впервые не рубит подростков всех подряд, а он оставляет живую девушку, которая напоминает ему его мать, которая, как мы помним, погибла от рук подростков обитателей лагеря. С тех пор фильмов о Джейсоне особо больше не уходило, и, опять же, учитывая общее падение интереса к жанру классического слэшера, неизвестно, появится ли вообще монет в хоккейной маске на экране еще раз. А теперь, опять же, поговорим про противостояние этих двух убийц. Так как обе франшизы и «Пятница» и «Кошмар» развивались практически параллельно и играли на одном поле, то есть это резня подростков в американских пригородах, то мысль засвести этих маньяков вместе тоже возникла очень быстро. Первыми, кто задумывался о таком кроссовере, было руководство студии Ньюайн Синема, которое в конце 80-х вело даже переговоры студии Paramount об объединении. Но объединение не произошло, и студия выкупила права на персонажа Джейсона только в 92-м году после кассового провала последнего на тот момент фильма про Джейсона. Но причем не на франшизу, а только на персонажа. И первый фильм студии Ньюайн Синема Джейсона, девятый по счету во всей франшизе, он заканчивался такой сценой, которая приводила фанатов к хоррору «Восторг». То есть из-под земли поднималась фиг рука фирменные перчатки Фредди Кругера и утаскивала маску Джейсона под землю. Но уже полноценные экранные встречи этих героев пришлось создать целых 10 лет до 2003 года, когда в производство был запущен фильм Фредди Прочерейсона, режиссер Рольни Юн. Фильм этот стал с самым высокобюджетным обоих франшизах и, к сожалению, последним фильмом с Робертом Инглундом в роли Фредди Кругера, а также на данный момент последним фильмом с участием вот этих водобоих знаменитых монстров. Фильм получил неоднозначные оценки и критиков, и зрителей, но оказался финансово успешным. Это так, на минуточку, самый успешный в финансовом плане по кассовым сборам фильм в обеих франшизах. Планировалось даже полноценное продолжение Фредди Прочерейсона, куда планировали позвать сперва Петхеда из «Восставшего из ада», потом Эша из «Вовещих мертвецов», но по разным причинам производственным продолжение заглох еще в начальной стадии. Но, как опять же, в случае с «Хичниками и чужим», достаточно успешно продолжилось в комиксах и играх. Ну, в общем, теперь, когда мы разобрали всех четырех персонажей, давайте обратим внимание на такие интересные моменты. Помимо своего такого жанрового деления на фантастических хоррор и слэшер, «Чужой» и «Хичник» Джейсон и Фредди делятся на две пары по типажам. Один типаж в каждой паре играет жертву, прежде чем убить ее, «Хичника» Фредди. Другой убивает молча, как «Живая машина», «Чужой» и «Джейсон». Одни носят маску, другие нет. Причем у каждого персонажа в маске есть ценность и с вниманием и демонстрация человеческого ужаса от того, что под ней скрывается. В каждой паре есть невысокий щуплый персонаж, а есть высокий неповоротливый гигант. То есть получается, что только в обоих парах каждый персонаж идеально дополняет один другого. И в фильмах-кроссоверах, когда они встречаются, они чем-то так похожи на дуэт рыжего и белого клоуна. Один сознательно нападает «Хичник» и Фредди, второй вынужден защищается «Чужой» Джейсон. К тому же, эти практически все персонажи в разное время менялись с сеттингами. То есть Джейсон отправился в космос, а чужие, наоборот, прилетали на Землю, где уже начинали истреблять людей по всем канонам слэшера. Фредди Крюгер, правда, вот столько сия чаша миновала, но, может, опять же, оно и к лучшему. Ну, хотя посмотреть на Крюгера, который влезает в кошмары космонавтов, было бы, наверное, интересно. То есть такие, получается, две пары вечных противников, которые друг друга во всем дополняют и во всем кардинально разные, как Бэтмен и Джокер. И самый главный, наверное, вопрос, что со всеми ними будет дальше? То есть будут ли эти архетипы продолжать жить в разных воплощениях, как продолжил жить с Граф Дракула в облике Белла Лукуши, Кристи Ферроли, Гори Одна и так далее? Или же про них забудут и будут только иногда доставать из пыльного шкафа, как Джекил и Хайда или Человек невидимый. И я лично думаю, наверное, что они, да, не получат второе дыхание, но для этого должно пройти определенное время, может быть, там, лет 20-30, как раз вот достаточно для того, чтобы массовая культура отложила эти образы в дальний ящик и какое-то время поигралась с какими-то новыми игрушками. И я думаю, что эти образы в любом случае ждет переосмысление, как, опять же, были переосмыслены Дракула, Человек-волк, Зомби. Ну а до тех пор обязательно появятся новые архетипы, и я надеюсь, что мы их с вами еще увидим и, может быть, даже и как-то во время лекции проанализируем. Спасибо за внимание. Данила, спасибо большое за увлекательнейшую лекцию. Ну, у нас есть несколько вопросов, и у меня первый вопрос такой. Ну, по сути, все эти образы были рождены где-то в 70-е, 80-е годы. Он был в конце, но можно причесть, наверное, уже к 80-м, потому что он уже, как сказать, свое распространение на 70-е почти не дотронул, только один год их зацепил крылом. Ну да. То есть, получается, это такой уникальный период зарождения этих образов. У меня в связи с этим два вопроса, вот как раз к переосмыслению. Ну, дело в том, что сейчас большой интерес, ну, во всем случае, в минувшем десятилетии был к 80-м годам, то есть, как бы, такая цикличность, когда мы говорим о том, что есть волны, когда мы обращаемся на 20-30 лет назад, и был большой интерес и к дизайну, и стилю, и музыке 80-х годов. И в том числе, в моем понимании, квинтэссенция этого вышла в сериале «Очень странные дела», где они очень много образов взяли, прям даже есть видеоподборки, где прям есть видеоцитаты из разных фильмов. А в связи с этим два вопроса. Вот как переосмыслились ли эти образы, продолжают ли они сейчас жизнь в фильмах последнего времени, и есть ли вот новые образы последнего десятилетия? Новые образы есть, но опять же, чтобы полноценно ответить на этот вопрос, нужно по-хорошему делать еще одну лекцию уже про нулевые десятые в Индии, потому что там тоже есть масса интересных вещей. А по поводу переосмысления старых образов, ну, как раз я и говорил, то есть вот эти вот ремейки, попытки переосмысления, усложнения образов Джейсона, как-то попытки пересмыслить образ Фредди, они есть, но в основном они как-то вот немножко проваливаются по разным причинам, но вот как бы всем образом всегда сопутствуют такие вот эры поднятия и эры умирания, и потом опять. Сейчас мы находимся на вот такой вот нижней точке развития этих образов, все уже их наигрались, все уже в них ими перенасытились, поэтому теперь будет что-то другое должно появиться. У нас, в принципе, оно уже потихоньку появляется. И наши зрители еще раз пишут спасибо большое, очень много благодарностей. Себастьян пишет, что это шикарно, особенно динамичное слайд-шоу на одном дыхании посмотрел один и спасибо за Фредди. Не пришлось ли пересмотреть заново эти фильмы для освежения понимания? Эти нет. Для прошлой реакции нужно было пересмотреть, пришлось. Эти, как бы, я помню, достаточно неплохо, то есть, ну, в принципе, как, наверное, любой человек, который любит хорроры, их, наверное, помнит практически наизусть, покадрово и может там переписать сценарий по рефрикам, по памяти, наверное. Так что нет, не пришлось. Вот, кстати, про образы того времени, ну, может быть, это образ уже 90-х годов и он связан с городским фольклором и готовится, как я знаю, ремейк, причем готовит режиссер, который снял мы. И второй фильм тоже про то, как они людей в рабство убрали. Ну, в общем, оба фильма прям уникальные и действительно необычный такой подход и вот это как раз новые образы ужасов, я бы так назвал. Ну, мне так кажется, во всем случае это было свежо, особенно мы. На мой взгляд. Сколько про образы, сколько у него такое про социальную такую вот критику, он такой больше все-таки режиссер в этом плане не визионер, а именно такой вот вскрыватель проблем каких-то вот такой сотрясатель основ. Поэтому у него как бы образ немножечко на таком втором плане, но это опять же черта хоррора последних лет. Опять же таки, если мы доберемся до последних хорроров, я про это тоже отдельно скажу. Но вот тем не менее он поговорил, вернее не поговорил, а готовит ремейк, насколько я знаю, Кэндимена. Да, есть такой. Вот есть тоже такой образ, или это какой-то старый архетип? Можешь что-то про это сказать? Нет, Кэндимена, насколько я помню, он из начала 90-х, он его скорее всего взял просто потому, что про него сейчас, так сказать, все немножечко забыли. Но опять же таки, там темнокожий в главных ролях, а Джордан Пилл, он как-то на это всегда делает такую очень сильную ставку в своих фильмах. Поэтому он, видимо, тоже попробует этот образ как-то решить вот через эту призму вот его этих социальных расов проблем. Ну, как мы посмотрим, что из этого получится, будет в любом случае не безинтересно. Хотя харизму первого исполнителя этой роли, конечно, ему вряд ли сумеет найти кого-то, кто может ее переплевать. И вот Елена мне напоминает, что второй фильм это прочь, да. И, собственно говоря, также у нее реплика. Кажется, что это объясняется ностальгией современных режиссеров про очень странные дела. Братья Даффер неоднократно говорят, что это ностальгия по детству. Ну, вот мне тоже так кажется. Как раз сейчас подросло поколение режиссеров, которые так вот когда-то там все это известные ныне режиссеры-фантасты росли на 50-60-х в фантастики. Как раз сейчас подросло поколение, кто вырос на 80-х, и кто получил в свое распоряжение вот эти вот эти игрушки. То есть такое поколение режиссеров-гиков. Поэтому сейчас, да, ностальгия по 80-х она на коне. Ну, соответственно, что будет дальше? Видимо, там ностальгия по 90-м будет так же. То есть она будет идти как бы таким исторической хронологией в последовательности. Также вопрос, про что будет следующая лекция. Да, тема следующей лекции киноязык хоррора она будет 30-го июня, это следующий вторник 19.00. Также следите за нашими соцсетями Центр культурных проектов иностранки, также в группах в Таймпаде Библиотеке иностранной литературы, там есть ссылки на все наши лекции по данному циклу, ну и, естественно, на сайте Библиотеки иностранной литературы. Киноязык хоррора, Данила, можешь два слова сказать? Да, в этой лекции мы разберем основные уже чисто кематографические механизмы воздействия, то есть мы уже будем рассматривать не фильмы отдельные, хотя мы будем смотреть примеры из них, но уже будем смотреть как бы на хоррор глазами, так сказать, человека по ту сторону камеры, то есть глазами сценариста немножко, художника-постановщика, оператора, художника по костюмам, гримера и так далее. То есть мы попробуем разобрать, как все это делается, как вот создается этот комплекс воздействия образов, который заставляет как бы нас испытывать те эмоции, которые мы в итоге испытываем. То есть будет такое раскрытие фокусов, если так угодно. Вопрос от Веры. Я дополню одной своей репликой. Можно чуть более личный вопрос Даниле. Вы смотрите любительские обзоры старых и новых хорроров кинолент на том же Ютюбе. Рассматривая именно зрительское отношение к этим лентам, тот же мы воспринят был массами неприятно. Но я просто свою реплику скажу, что тоже с разными лекторами встречался и тоже слежу за этой тематикой. Данила, в общем-то, более глубинно подходит. И помимо обзоров на Ютюбе, Ютюб это замечательно. Есть очень много серьезных, серьезной литературы на эту тему о хоррорах. К сожалению, у нас в России не очень много этих книг, вернее, не очень много переведено. На самом деле, я даже так немножечко сделаю такую небольшую шаг в сторону. На самом деле, первая книга по хоррорам появилась относительно рано. Только я почему-то ее у нас сейчас не вижу. книга Янина Маркулан, книга ужаса, которая была поспевена мелодрамей книги и фильмом ужаса. Сейчас, правда, меня нет под руками. Потом вышла формула страха Дмитрия Комма. Вышла переводная, тоже достаточно любопытная книга ужаса. Она в основном про классическую вот эту вот про классическую монстриаду студии Universal. Были несколько книг схожего. Достаточно неплохие анализы вот этих образов. Можно, кстати, вот азбука в покетбуке с сборниками вот этих готических рассказов, рассказов о вампирах. Там у них очень встречаются достаточно неплохие вступительные статьи, которые достаточно мощно этот вопрос разбирают. Если конкретно вопрос про любительские образоры, то я их не смотрю, но скорее потому, что я не очень ну, как бы, я не люблю воспринимать информацию, именно глазами через видеопоток. Мне кого проще прочитать. То есть, допустим, есть сайты, которым я доверяю, которые пишут такие неплохие лицензии, но опять же лицензии я стараюсь читать, потому что в них иногда встречаются либо интересные факты, которых не найти в других местах, либо какие-то любопытные суждения, которые потом можно как-то тоже самому обработать и сделать какие-то выводы. я добавлю на правах сотрудника библиотеки иностранной литературы, что наша справочная служба подготовила отличнейшую подборку тех книг как раз нон-фикшена по хоррорам, и она есть в соцсетях, в фейсбуке справочная служба иностранки, и у меня на странице Рыбаулин Иван есть эта подборка, там есть и Дэвида Скала Monster Show Cultural History of Horror и сейчас скажу Лесли Дэниелс Living in Fear и Horror of the 20th Century Illustrated History Роберта Вайнберга и много-много-много других книг именно нон-фикшена по изучению по истории вот этого феномена хоррора и кинематографа в литературе и ужасах и про все эти образы эта литература преимущественно на английском но я думаю в принципе кто интересуется тематикой ну прочитать это можно и все это можно найти у нас в библиотеке причем что-то бывает иногда онлайн но мы теперь слава богу открылись для читателей можно записаться и прийти ну вот поэтому смотрите и обязательно я эту подборку попрошу сделать моих коллег на сайт в социальных сетях Центр культурных проектов иностранки чтобы все желающие могли тоже посмотреть какие книги есть по данной тематике Данила а тебя наверное попрошу тоже сделать какую-нибудь подборочку вот как раз о тех книгах которые ты говорил потому что я их увидел но хотелось бы еще название прочитать поэтому вот а у меня такой вопрос помимо рецензий и литературы да может ты тогда повторишь еще раз название этих книг ну допустим я использовал книгу Дракуле именно там достаточно неплохая вступительная статья к самому произведению очень интересный сборник рассказов о вампирах разных авторов сборник корабль призраков про исландских про исландский вот этот страшный фольклор исландских привидений вот и за звуки это в основном все а также иногда бывают такие вот слепопытные книги тоже с лекциями допустим в данном случае это 4 лекции по литературе ужасов то есть такие книги маленькие тоже в таком формате покетбука но они тоже бывают полезные в плане изучения остальные две в принципе вы уже знаете Дэвид Скал и соответственно Дмитрий Ком формулы страха тоже довольно старое издание 2012 года вот а еще кстати на самом деле вот если еще забыл совсем если интересно именно вот теория ужасов то крайне рекомендую могу рекомендовать Стивена Кинга то есть Кинг он сам он пишет он еще очень хороший пишет статьи и как бы такие вступительные слова от автора то есть у него тоже большая насмотр большая начитанность в плане хоррора тематики и он как бы тоже достаточно неплохо ее анализирует ну и в том числе у него есть замечательная книга как писать книги по-моему кажется так называется она не совсем про хоррор но для писателей и людей пишет я бы рекомендовал потому что там он очень интересный и приемы и факты из биографии профессиональные рассказывает ну а про хоррор я бы еще добавил есть не на правах рекламы и все по-разному относятся но есть замечательная книга под редакцией Дмитрия Быкова называется страшные стихи и там достаточно любопытно у него тоже вступительная статья и подборка собственно говоря самих стихотворений и поэтических произведений начиная причем там идет и в перемешку европейские и российские авторы начиная от средних веков и заканчивая нашими современниками в уховитном порядке и это прям такая энциклопедия по хоррор поэзии но я такого еще не встречал это ну любопытно на всяком случае подборка действительно хорошая поэтому тоже рекомендую вот и возвращаясь к нашим вопросам также ну в общем в основном у нас идут дальше благодарности а у меня такой еще вопрос как ты относишься к премиям и в том числе литературным и science fiction Хьюган и Билла ну есть я знаю такая премия Брэма Стокера кажется вот ну Джозеф Кэмпбелл это по-моему все фантастическое а вот Брэма Стокер да то есть для тебя это является ли каким-то авторитетным источником для формирования какого-то мнения о произведениях или все-таки это не содержится ну тут на самом я могу так сказать процитировать в свое время у Бориса Тругацкого спросили на форуме старого фантастики как он относится к премиям он говорил что как бы премия вещь хорошая пусть его будет больше как можно больше и редко бывает такое что премию дают плохому произведению то есть если произведению дали какую-то премию то это ну как бы какой-то такой минимальный уровень качества и как бы такой минимальный знак того что с этим произведением можно ознакомиться и как бы особо ничего не потерять то есть ну как правило такие вот именно в жанровом смысле такие премии так обычно достаточно часто бьют в общем-то в цель в отличие от каких-то там больших таких отмагажированных типа Оскара или чего-то такого они обычно такие маленькие премии они ну в смысле внутри жанра они все-таки в основном больше по делу так что как бы почему нет Хорошо. Данила, спасибо большое. Была замечательная лекция. Напоминаю, что сегодня с нами был Данила Городилов, лектор образовательного проекта «Четвертый вопрос». Четвертый вопрос набирайте и в поисковике, и в ВКонтакте. Это уникальный проект. Люди, которые профессионально занимаются культурологическими вопросами, проектами, делают очень интересные лекции. Поэтому тоже рекомендую следить за их деятельностью. А также, безусловно, присоединяйтесь к нашим соцсетям в Центр культурных проектов иностранки. Так и набирайте. Центр культурных проектов иностранки, ВКонтакт, Фейсбук, и там все наши новости. Очень разные мероприятия, литературные лекции, даже есть литературные вечеринки. А вот в эту субботу у нас будет участие в фестивале «Гип-пикник» достаточно резонансном. И это будет тоже интересная программа, поэтому следите. И следующая наша лекция «Киноязык хоррора» состоится во вторник в 19.00. Присоединяйтесь, будем всех рады видеть. И, Данилу, спасибо большое. Спасибо нашим зрителям и гостям. И, Данилу, еще раз спасибо. И до новых встреч в эфире. Все. Всем благодарю. Всем всего доброго.